здравствуйте уважаемые коллеги меня зовут дмитрий сизов я официально являюсь квалифицированным инвестором и специализируюсь на компаниях биотехнологического сектора сша для того чтобы быть в курсе последних событий и получать актуальную аналитику по сектору подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик сегодня поговорим о heron therapeutics ранее на канале уже выходил ролик об этой компании в котором я рассматривал ее деятельность с тех пор произошло несколько событий касающихся биотеха а цена акций достигла уровня марта 2020 года предлагая инвесторам отличную точку для набора позиции разберем последние новости посмотрим какое влияние они могут оказать на будущие доходы heron и подумаем можно ли использовать сложившуюся сегодня ситуацию для добавления активов в портфель и так поехали heron therapeutics это небольшая биофармацевтическая компания которая использует свою эксклюзивную технологию доставки лекарств для разработки различных продуктов 13 мая 2021 года fda предоставила heron разрешение на использование препарата зенрельеф он же htx 011 для проведения после операционного обезболивания у взрослых после бунионектомии открытой паховой грыжи и тотальной ортопластики коленного сустава кроме того у компании есть два других продукта одобренных эвдеей это синванти и со стол heron прошел довольно долгий процесс чтобы получить отобрение зенрельефа препарат имеющий отметки прорывной терапии и приоритетного обзора был впервые представлен еще в октябре 2019 года после этого компания получила от эвдеи два отказа и вот наконец в мае 2021 года случилось долгожданное отобрение но с маркировкой которая ограничивается лишь тремя вышеуказанными показаниями что сократило адресный рынок на который изначально был рассчитан зенрельеф примерно с 14 миллионов процедур до всего двух миллионов процедур в год именно сужение одобренных областей применения привело к негативной реакции инвесторов и постепенному снижению котировок компании с мая 2021 года плюс ко всему зенрельеф получил от fda так называемое предупреждение о черном ящике это предупреждение относящиеся к частям вкладыша в рецептурных пакетах которое должно быть напечатано жирным шрифтом и выделено черными линиями чтобы подчеркнуть потенциально опасные побочные эффекты оно появляется в информации о лекарствах у которых были серьезные побочные эффекты о которых было сообщено вовдей после их первоначального утверждения и использования если побочные эффекты не являются основанием для изъятия препарата с рынка и предназначено для предупреждения врача выписывающего рецепт и пациента о том что при использовании этого препарата необходимо соблюдать особую осторожность несмотря на то что медицинский рынок сша находящийся в опиоидном кризисе остро нуждается в неопиоидных обезболивающих из-за вышеописанных причин а также из-за сложности внедрения новых препаратов на фоне пандемии зенрелеф вряд ли сможет иметь серьезный коммерческий успех в краткосрочной перспективе тем не менее херон активно работает над расширением этикетки препарата так 4 октября 2021 года компания объявила о подаче дополнительного НДА на основе результата встречи типа c с FDA для расширения показаний применения зенрелефа на заседании херон согласовал с FDA содержание этого с НДА чтобы поддержать предложенное пересмотренное заявление о показаниях которое включает хирургические процедуры артропластики суставов стопы и голеностопного сустава и тотального сустава нижних конечностей ранее я уже упоминал что у компании имеется еще два одобренных препарата это состол и синванти которые применяются для лечения тошноты и рвоты у взрослых после лечения химиотерапии тошнота и рвоты являются одними из наиболее изнурительных побочных эффектов лечением химиотерапии и ведущие причины отказа от лечения рака как мы видим по оценке аналитиков выручка от продажи онкологической франшизы из инрелефа то есть уже одобренных препаратов будет расти и уже через четыре года должно составить более 500 миллионов долларов таким образом несмотря на неопределенность в продажах и угрозу дженериков по оценке аналитиков франшизы компании имеет перспективы резкого роста когда пандемия будет взята под контроль кроме того хирон стремится получить одобрение FDA при показании послеоперационной тошноты и рвоты рынок которого в 20 раз превышает рынок тошноты и рвоты при лечении химиотерапии 18 ноября 2021 года компания сообщила о подаче в FDA заявки на htx 019 для предотвращения послеоперационной тошноты и рвоты подача НДА включает данные демонстрирующие биоэквивалентность htx 019 в виде 30 секундной внутривенной инъекции переральному апрепитанту результаты испытания также показали что htx 019 хорошо переносился с высоким профилем безопасности по сравнению с переральным апрепитантом по состоянию на 30 сентября 2021 года у хирон были денежные средства их эквиваленты и краткосрочные инвестиции в размере 202,8 миллиона долларов сша чистые денежные средства использованные для операционной деятельности за 9 месяцев 2021 года составили 158,1 миллионов долларов сша по сравнению со 132,3 миллионов долларов за тот же период 2020 году компания сжигала денежную позицию в рамках подготовки зенрельефа к запуску руководство ожидает что расходы денежных средств будут умеренно снижаться в 2022 году по мере увеличения чистых продаж продукции и снижения затрат после ожидаемого запуска крупномасштабного производства тем не менее инвесторы должны быть готовы к высокой вероятности разбавления акционерной доли какие выводы можно сделать из всего вышесказанного узкая этикетка зенрельефа и проблемы продвижения препарата из-за пандемии действительно оправдывают отсутствие интереса рыночных игроков в биотеху плюс к этому меня крайне настораживает то какими темпами хирон сжигает деньги на балансе для меня вероятность доп эмиссии акций в ближайшие годы видится практически неизбежным событием с другой стороны если посмотреть с точки зрения долгосрочного инвестирования то сейчас хирон имеет рыночную капитализацию примерно 1 миллиард долларов что показывает заниженные мультипликаторы учитывая что компании пророчат миллиардный доход причем на уже одобренные препараты среднее соотношение цены к выручке в отрасли составляет 5 иксов таким образом на данный момент биотех оценен на уровне своих аналогов по прогнозируемой выручке на 2022 год в то время как на 2025 год предполагаемая премия уже составляет 150 процентов при текущем общем падении индекса xbi я вижу более интересные рыночные возможности тем не менее для кого-то компания с уже одобренными препаратами может стать неплохим активом для диверсификации биотехнологического портфеля уважаемые коллеги напоминаю вам о том что все сделки в режиме реального времени вы можете найти в телеграм канале указанном в описании если вам понравилось это видео не забудьте поддержать канал и поставить лайк и как всегда всем удачи торгов